привет друзья с вами кристина и наконец-то я сняла первый ролик по своей новой коллекции здесь у меня в худи необычное изделие из двухслойного двухслойной ткани все хочу назвать трикотаж но это на самом деле совершенно не трикотаж это костюмная пальтовая ткань таким образом она выглядит на двухслойная таким образом она расходится что дает возможность реально сшить изделие с запаковкой швов это будет очень красиво с изнанки так же выглядит круто поэтому можно смело шить это изделие двухцветное и носить с двух сторон такие варианты также возможны в этом ходе мне очень нравится все 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 но об этом я буду рассказывать в следующем видеоролике сейчас давайте я вам объясню как же сделать два основных шва которые нам потребуются для создания такого худи первое хочу вам рассказать про шов который будет соединять наши детальки например капюшон плечевой шов боковой шов изделия рукава шов рукава и все остальные это один из важных швов которые нужно знать как его делать для того чтобы сшить такой худи так как же его сделать на расстоянии от края я здесь себе обозначаю линию по этой линии я прокладываю строчку строчку он прокладываю выбрав самый длинный стежок в данном случае 4 миллиметра и просто прокладываю эта строчка будет временная строчку я проложила и теперь нам необходимо расслоить нашу ткань делайте это максимально аккуратно нам нельзя травмировать вот здесь вот рассекать нужно это делать максимально аккуратненько я использую ножницы немного туповатый край очень удобно кстати рассекать смотрите мы вычищаем все точно до нашей строчки и делаем это только с одной стороны детали вторую детали мы никаким образом не трогаем это будет у нас такой вот наш своеобразный запаковочный шов и их на самом деле бывает разное множество это один из просто показываем один из способов далее мы отгибаем одну часть прикладываем к срезам вторую скалываем булавками и уравниваем вот эти вот срезы здесь мы прокладываем строчку на расстояние от крайней один сантиметр таким образом наша строчка соединила две наши детали так с лицевой стороны у нас остается строчка временная здесь у нас все скреплено и теперь нам необходимо срезать припуск также мы отгибаем и срезаем припуск до 5 миллиметров аккуратно приутюживаем и теперь нам необходимо заутюжить наш припуск в сторону другой стали мне это нравится делать вот таким вот образом я расправляю и прям заутюживаю на одну из сторон таким вот образом получается ровненько то есть наш припуск он как бы вкладывается внутрь наш второй припуск мы заутюживаем другую сторону как бы накладываем и этот припуск мы складываем таким вот образом и сгиб укладываем примерно чуть закрывая вот эту строчку скалываем булавками и лучше все таки это все дело сметать и потом уже будем прокладывать ручной стежок который красиво у нас закроет всю нашу вот эту вот историю еще можно сделать так также утюгом вот этот припуск аккуратно приутюжить сгиб это не всегда удобно так как у нас есть детальки с изгибом например горловины или где-то там это делать вообще неудобно поэтому все мы делаем ручками вот в данном случае здесь по прямой поэтому удобно и у нас припуск очень классно закрывает свободным то этот край вы можете скрепить булавками поэтому этот самый припуск по сгибу и уже закреплять ручным стежком или вначале закрепить наш припуск вручную и уже после закреплять ручным стежком как вам удобно так и делайте я пробовала разные варианты это должно быть у нас вот таким вот образом ну все теперь мы вооружаемся нашими иголкой с ниткой ставим закрепочку и начинаем подшивать стараемся делать это максимально аккуратно не затягивать нашу ручную стежочку поправляйте припуск и просто прокладываем вообще честно говоря это довольно быстро если приноровиться после первых нескольких таких вот швов реально втягиваешься и действительно у тебя получается очень быстро и ровно и аккуратно и вот эти стежки вот так как у меня это получается то есть я сильно не затягиваю ей с лицевой стороны мне ничего не видно моя строчка проходит где-то примерно около вот этого шва что очень хорошо все скрытно теперь нам стоит снять вот эту наметку также я удаляю строчку которую прокладывала все мы теперь можем наш шов приутюжить используйте для такой ткани приутюжильник в данном случае я использую шерстяное трикотажное полотно после здесь у меня просто щеточка для расчесывания этой ткани все на шов запакован он действительно крепкий все красиво выглядит именно таким вот образом это у нас лицевая сторона это у нас изнанка я думаю что может попробовать еще поаккуратнее сделать чтобы не было вот таких вот явных строчек но этот это уже не критично все таким вот образом мы можем соединять по плечевым изделия в капюшоне боковые шов по рукаву и тому подобное в общем такая технология мне очень нравится и шить худи реально довольно быстро я думаю у вас возникнет вопрос как же обработать край да потому что краев в этом ходе довольно много край на кармане да у нас край по низу разрез рукава да все точно так же далее у нас горловина срез капюшона и v-образный такой вот вырез это все обрабатывается следующим методом который я вам сейчас покажу представьте себе что это наша деталь например здесь наша нижняя часть нашего рукава или например срез капюшона да как же обработать конкретно вот этот срез чтобы он был красивый и никаким образом не осыпался для этого нам также необходимо проложить строчку от на расстояние от края полтора сантиметра прокладываем просто какую-то прямую строчку моя прямая строчка оставляю концы свободные никаким образом я не ставлю закрепки просто прямую строчку и расслаиваю нашу ткань до строчки ткань я расслоила до строчки таким вот образом это выглядит хоп и хоп а дальше нам необходимо сложить припуск сделав сгиб таким вот образом и закрепить каждый сгиб вручную ручным стежком но временным сейчас покажу как это сделать для начала вы можете также утюгом приутюжить это делается также просто потому что ширина вот этого припуска позволяет подлезть сюда утюгом и действительно обработать таким вот образом наш припуск все я приутюжила но вы можете например не приутюживать а просто закрепить ручным стежком так тоже можно сделать и или можно действительно утюгом посмотрите все от вашей ткани позволяет ли она такое сделать если вдруг появляются какие-то ласы то лучше утюгом лишний раз ничего не приутюживать в данном случае у меня просто какая-то идеальная ткань которая от утюга максимально спокойно вот я сейчас вам покажу вам быстренько как же сделать для этого нам обязательно стоит закрепить припуски отлично теперь по вот этой вот части там где у нас будет сгиб наших припусков нам необходимо соединить вот эту ткань ручным стежком мои сколотые пальцы ссори за мои сколотые пальцы я уже много чего сшила именно вручную поэтому уж как есть все соединяю таким вот образом смотрите вот эти вот мои пальцы они держат как бы ткань и если не держит не держать ткань то у нас все будет в таком раскрытом состоянии поэтому лучше все-таки придерживать не аккуратненько таким образом придерживаем и прокладываем строчку стежочек я проложила снимаем наметку здесь и также снимаем вот эту вот нить которую мы прокладывали по на расстоянии от края полтора сантиметра обязательно не снимаем и проверяем наш результат все швы после того как я сняла наметку мне нужно приутюжить аккуратненько через проутюжильник все у меня готово вот здесь если вдруг у вас будет проявляться строчка то вы можете иголочкой таким образом подчесать еще раз приутюжить использовать мою чудо вот эту вот щеточку красненькую она действительно помогает восстановить поверхность ткани да и все у нас все готово можно приступать уже к пошиву худи именно таким образом я и обработала припуски по рукаву по низу рукава здесь вход в карман по низу изделия разрез горловина край капюшона все именно таким образом я и обработала в следующем видео я вам покажу как я сшила на худи да я решила все таки снять такое достаточно подробное видео как какие моменты я делала там есть несколько фишек которые стоит узнать до перед тем как приступать к пошиву изделия с одной стороны простое с другой стороны возможно кому-то покажется сложное но здесь нет ничего невозможного шить реально и достаточно быстро мне кажется я справилась за полтора дня с этим худи это конечно не за 30 минут но все-таки результат того стоит в общем ждите следующее видео подписывайтесь на канал ставьте лайк если вам понравилось это видео и пока пока и